Девушки отдыхают Солнечной Грузии. Тайм-аут с гордостью представляет легендарную Гюли Чухели. История нашей дружбы началась 40 лет назад. Тогда, в начале 80-х, я пришел в ее московскую квартиру на Большой Переславской улице, чтобы написать статью в известный комсомольский журнал «Смена» к 15-летию ее фантастической победы на песенном конкурсе в Сопоте. Гюля Чухели привезла в Советский Союз второй после Тамары Мянсаровой гран-при этого престижного европейского конкурса. Не выбрасывай это. Почти. Раз Путин. Раз Путин, два Путин, три Путин. Хватит, но... Вот такая джаз-менша. У меня отношение к жизни более глубокое, чем джаз. Музыка. 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 Если и существует во вселенной магия голоса, то это про Гюля Чухели. Ее голос завораживает. Его можно слушать часами, словно под гипнозом. Авторитетное жюри песенного конкурса в польском Сопоте в 67-м году единогласно присудила грузинская певица Гран-при. На помощь, на помощь, Спешите и люди, и птицы, Найдите любовь, Возвратите любовь, Помогите продлиться. На помощь, на помощь, Не дайте во тьме заблудиться, Не дайте погаснуть любви. Сопот. Да. Где я уже стала пятеркой Европейских лучших певиц. Это раз. Плюс первое место я заняла в Сопоте. 55 стран, которые участвовали, Остались сразу со скрытыми ртами. Никто не ожидал, Что из Советского Союза Приезжает грузинка, Которая поет джаз. Это был фестиваль польской песни. И я первая СОС. Когда я закончила петь, Я стою на сцене, В белом шикарном платье. Тишина. Никто не аплодирует. Я думаю, ну понятно. Внутри говорю себе. И вдруг... Весь зал встает. Какая-то пауза была. Вообще непонятно. Я чуть с ума не запущу, Я дружбил. А когда объявили, Что я стала победоносницей, Победоносницей. Тоже оркестр играл. Хопал нас с мячками. Встречи были потрясающие. Я очень сожалею, Что я больше туда не приехала ни разу. Моя жизнь очень сложилась. Очень сложилась. После победы в Сопоте Имя Гиуля Чохели Обрело национальную известность. Я Чохели, Потому что моя мама Была звездой театра Музыкальной комедии Имени Васуа Башиды. И когда я начала петь, Я попросила маму, Чтобы она мне дала Свою фамилию. Раньше говорили, Что посмотрите, Посмотрите, Дочке Леды Чохели идет. А через некоторое время Говорили, Мама Гиули. Мама Гиули идет. Вот 50-е годы, Скажу, вторая половина 50-х годов. Да. Безумное влечение джазом. И республики Кавказский бывший Советский Союз Это самые талантливые джазмены. Всегда. В Армении Арбелян. Здесь, окей, Певзнер, Гюли Чохели. Вообще, Что была за музыкальная атмосфера? Вы же начинали петь в трио. И вдруг потом джаз. Как? Джаз, КПИ, Где я пела в трио. Но я уже давно пела в джаз. Потому что к нам приехал Габискелье из Китая. Георг Габискелье, Который привез музыкантов. Это был джаз. И когда он спросил, Кто поет у вас джаз? Есть ли певица? Есть певица. Он пригласил меня. И мы очень долго сотрудничали. Джаз, Я пела Мистер Паганини. И так далее. В общем. И кумиром была Элла. 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 Моя жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Но почему именно джаз Запал в душу юной певицы? Дело в том, что в 14 лет Мама включила Голос Америки. Тогда нельзя было. И она тихо дала мне послушать Коумбейси и Чоуи немцы. Я сказала, Вот это моя мута. И начала петь. Выходила под это самое, Как ее в подвалах играли уже. Еле-еле я там пела уже с ними. И так далее. И так далее. И так далее. И выросла потом. Выросла джаз. Мэйна. Хотя говорят, Что ты джазовая певица? Нет. Я джазмен. Был джаз-фестиваль международный. Много стран участвовала. И так же советские джазмены. А мы были самые последние. Я и мой супруг Борис Рычков. Трио. Мы спели. И все закончилось. И прошло время. И я нахожусь в Москве. В квартире, так сказать, дома у Бориса. И звонок. Ну, Боря говорит, мама звонит. Моя мама. И ствелись. Ну, я рада. Очень взяла тронку. Слушай меня. Тебя что, арестовали? Я говорю, нет, что с тобой? Почему ты у меня это спрашиваешь? Потому что Уильям Скануэр из Америки передал твои песни. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы видите уникальные кадры. Гиули Чо Хелли поет с джаз-оркестром из Чехословакии под руководством Густава Брома. Это 1970 год. Гиули стала первой советской певицей, кто записал джазовый диск в Европе. Тогда это был огромный прорыв. Имя Чо Хелли всегда связывают с именем супруга, пианиста и композитора Бориса Рычкова. Наша встреча очень случайная. Был Новый год. Хрущев поздравлял по телевидению свой народ. А после этого Юрий Саульский со своим джаз-бэндом из Юрия Чо Хелли пела «Мистер Паганин». Но я пела еще две композиции. Я была последней, так сказать. И когда все закончилось, Юра говорит, не уезжай домой, не надо. Нас приглашает семья генерала-лейтенанта, дочь, которая занимается джазом, вокалом и учит там молодых людей. Я вообще обалдела. Дочь генерала и джаз-бэндж. В общем, уже ночь, почти 12. Мы приехали туда. Масса народу накрыт стол, потрясающий. Очень хорошая, красивая девочка. Поцеловали все. Она говорит, я вас люблю. И вообще. Прошло время, и стук в дверь. Звонок. Открывается дверь, и входит красавец высокий. Блантин с большими глазами такими, знаешь. С медовым взглядом, взглядом медовый такой, знаешь. Думаю, кто такой вообще? Он идет и прямо ко мне, и целует мне ручку. Давайте петь. Он мне говорит. Идет край. Я говорю, вы что, играете? Там был хохот вообще. Короче, вышло так, что мы остались вдвоем. Все куда-то... Наверное, это было уже задумано. Ну, в общем, уже рассвело, все. Он мне говорит. Ты выйдешь за меня замуж? Я говорю, да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Грузинские певицы, вот я просто замечаю, ну, больше, наверное, певицы, они всегда поют слова, стихи со смыслом. И вопрос не почему именно грузинские певицы поют со смыслом. Понятно, что Грузия – это образованная страна. Я общаюсь в первый раз, и я считаю, что очень интеллигентная, культурная и доброжелательная страна. У нас большая история, дорогой. Царица Тамара давно была. Не только царица Тамара. А Галатион Табинза. Георгий. Георгий. Кстати, Георгий, когда пригласили в Петербург, он поднимается на лестнице в белом, это грузинская одежда, и все, кто там присутствовали, поклонились и встали на ноги и аплодировали. Вы не понимаете, русские не понимаете, что такое грузин. Грузин – это человек, который носит всю огромную историю на своих плечах. И надо уважать нас, надо обязательно уважать мою страну. Обязательно. Кто-то говорит, о, грузины. Нет, грузины. Грузия по весь мир относится очень положительно. Это мастер-класс. Вообще Грузия – это мастер-класс. Именно с голоса певицы стали популярны многие песни Юрия Саульского и Юрия Антонова, молодых Марка Минкова и Евгения Мартынова, конечно, Микаэла Теревердиева и многих грузинских авторов. Микаэла Теревердиев Откуда у вас такое серьезное отношение к слову, к стихам? Вы, извините, Гюли была молодая девушка. Она уже пела стихи Виктора Орлова. Вы чуть повзрослели, но были молодой. И вдруг пошел Расул Гамзатов. Желтые листья, я знаю, завета. Почему же мне многое кажется несправедливым в законах природы? У меня в сердце вообще драматургия, потому что я выросла в театре. Я знаю всю драматургию. Я знаю, как себя вести, как петь, как обратить внимание на поэта, который для тебя написал стихи. А сегодня драматургии нет. Когда сегодняшние певцы моей страны поют, а это не песни, они кричат на высокой ноте. И не слышно, о чем они поют. Нет драматургии. Иногда, когда слушаешь, кажется, что это китайский язык. Это не грузинский язык. Вообще надо обращаться, потому что грузинский язык с собой несет очень большую историю. И просто так, это не получится так. И так же русский, потому что у вас потрясающие поэты, потрясающие художники и жуткое правительство. Почему сегодня имя певицы стали забывать? Все просто. С начала 90-х Гюли Чухель постоянно живет в Грузии. И ее не показывают по российскому телевидению. Но здесь, у себя на родине, у Гюли прочный статус музыкальной легенды. Грузию я люблю больше всего на свете. Вообще. Больше, чем мать, отца и так далее. В каком году вы уехали из Москвы? В 90-м году, когда здесь была очень трудная ситуация. Тогда бывшего надзора, в общем, ее взорвали. Что-то такое. И в Нью-Йорке, значит, в газете, он в майках, в белые майки. И кровеносные эти самые. Я обалдела. Тут же я позвонила Сулхану. Он был у нас спортивным комментатором. Сейчас он американец за мной. И попросила. Срочно били билет в Грузию. Он все сделал. Я уже рисовала этими целлофановыми мешками. Много было у меня работ. Он все упаковал. Все за платье, за билет, за все. Он ни в коем случае, я хотела сама купить, ни в коем случае. Он меня отправил вообще к Грузию. Почему после 90-го года, один раз уехав навсегда из России, вы никогда туда не возвращались? Это политика. Я не прощаю. Самолет, в который моих соотечественников воткнули в такую ситуацию, где водят коров, там, этих, лошадей, понимаешь? И захлопнули вот эту дверь, понимаешь? И прогнали их. Это раз. Когда они вошли в сухом и в чужую страну. Но как? Вломились. Прогнали людей с маленькими детьми. Через горы они идут. Дети уже мертвые, потому что ни еды, ни холодно. Я этого не прощу. Никогда. Вот умерла моя дочь, ее там похоронили. И я туда никогда не приеду. Родина. У меня родина, это мое сердце. И кто обижает мою родину, они для меня не существуют. Не существуют. В течение своего тбилисского периода Гиули много пела и работала в кино. По ее сценарию был снят, по сути, автобиографический фильм «Желтая птица», в котором Чохелли сыграла главную роль. Помимо музыки и кино, она до сих пор пишет картины и создает миниатюры из полиэтиленовых пакетов для мусора. Но это уже другая тема. Когда в стране была крайне тяжелая ситуация, и как в военные годы хлеб выдавали по карточкам, однажды... Раздается звонок. «Ответьте, Америки!» Отвечаю. И на другом конце Олег Фриш. Который все знает о Грузии, что у нас трудно было тогда. И думает, надо ее вырвать оттуда. Но я говорю, что я не могу приехать, Алик. Почему? Ну, очень много причин, чтобы я взяла расы. Ну, во-первых, у меня маленькая собачка Путин, Витни Хьюстон. Все будет оплачено, приезжаю, все будет, только садись в самолет и приезжай. В общем, я приехала, и, конечно, таких друзей очень мало. Как Олег мой дорогой, я тебя очень люблю. Со своими колоратурными сопранами, когда ты хохотал. Давай один раз. СМЕХ Я специально так не могу. СМЕХ Я очень люблю страну Америку, потому что это родина, джаза, музыки, которую я люблю. Элла Фиджерот, Оскар Петерсон, Гаун Бесси. Не уходи, еще сады не засыпали, Еще земля слепы бережет, Не уходи, еще до вас не уцелокно, Ты слышишь... Уже много лет загадочная певица с магическим голосом живет в этом доме, в замечательной и музыкальной Грузии. Но для меня, простого советского человека, имя Гиули Чохели, конечно, ассоциируется вот с этой песней. Потому что ее непростая, часто драматическая жизнь, это все-таки и есть вечная музыка. Мы еще обязательно увидимся, моя милая Гиули Чамокарго. И, наконец, наша традиционная музыкальная викторинка, но прежде всего ответ на вопрос прошлой передачи. Имя музыканта Денис Можуков, и он сын прекрасного советского композитора Алексея Можукова. Сегодняшняя викторинка тоже посвящена Гюли Чохели. Сейчас вы увидите фрагмент из ее юбилейного концерта, в котором певицу чествовали известные грузинские артисты. Вопрос. Как называется ансамбль, который выступил в этом удивительном концерте? Вам нужно позвонить прямо сейчас по знакомому номеру телефона, ответить правильно на вопрос и получить приз от нашей программы. Только, пожалуйста, не забудьте назвать свое имя и свой контактный номер телефона. Друзья, я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Олег Фриш. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok